Продолжение следует... И я несколько разочарован тем, что оппозиция ее недооценивает. Ее, пожалуй, более или менее оценил только телеканал Дождь, который, напоминаю, я теперь обязан это делать, недавно признан иностранным агентом. Ролик на канале называется, лучше зачитаю. Впервые с 1991 года они боятся Николай Платушкин о снятии кандидатов с выборов из своем суде. Думая об указанной новости, нужно рассказать несколько подробнее. Напоминаю, Николай Платушкин был приговорен к 5 годам условно и к штрафу в 700 тысяч рублей. Теперь же он приговорен к 4 годам и 9 месяцам условно и к штрафу в 500 тысяч рублей. Сам Платушкин считает это смягчение чисто символическим, с чем, нужно сказать, сложно не согласиться. Но есть один вопрос, который, на мой взгляд, никто не заметил. Что это символизирует? Платушкин дал подробные комментарии каналу и сказал, что на этот раз суд проводился так, как положено ему проводиться. Напоминаю, на первых заседаниях был полный беспредел. И достаточно сказать, что самого Николая Платушкина и его адвоката пришлось госпитализировать, пришлось вызвать им скорую помощь и госпитализировать. Сейчас же все, как сказал сам Платушкин, было чинно, пристойно. Но, понятно, дальше он отметил, что, по сути, ничего не изменилось. Факты, доказывающие невиновность Платушкина, суд продолжил толковать как факты, доказывающие его виновность. Что, конечно, полный абсурд. Вот как сказал об этом сам Платушкин. Нет, сейчас все было чинно, пристойно, но по делу ничего. Меня никто ни о чем не спрашивал. Как всегда, прокурор перечислял доказательства обвинения, что у моей жены двуспальная кровать, что я летал в Самару самолетом аэрофлота, что сетевой оператор у меня в интернете такой-то. Понимаете, и адвоката, и мы назвали это маразмом и абсурдом. Нужно также отметить, что кроме двух указанных символических смягчений, есть и два, на мой взгляд, несимволических. Суд постановил вернуть деньги супруге Платушкина, изъятые у него во время обыска. Напоминаю, первый суд обратил эти деньги в доход государства. И суд снял с Платушкина подписку о невыезде, что теперь дает ему возможность ездить по стране и агитировать за КПРФ. Кроме того, он сейчас активно участвует в работе наблюдателей за лобармией, а у КПРФ сейчас 200 тысяч наблюдателей. Что, понятно, способно очень сильно затруднить номенклатуру и фальсификацию. И понятно, что теперь ее возможности в этом плане тоже возрастут. И все это ведь произошло в условиях, когда у номенклатуры были все возможности не только не смягчить, а, напротив, ужесточить ему приговор. А это способно было выключить Платушкина из политического процесса, так же, как недавно выключил Алексея Навального. И, думаю, несложно себе представить, что было бы, если бы Навальный и его структуры имели такую же легальную возможность принять в выборах, какая теперь налицо у Николая Платошкина и у его движения за новый социализм. Прими Навальный и его структуры, если участие в выборах, полагаю, наблюдателей было бы не 200 тысяч, а их было бы куда больше миллиона. Да и представителей бы структур Навального прошло в Думу несравнимо больше, чем представителей КПРФ и движения за новый социализм. Для того, чтобы это понять, нужно просто посмотреть, сколько подписчиков на каналах на Ютубе у КПРФ и у Платошкина, и сторонников их сторонников, и сколько подписчиков у Навального и его сторонников. А разница в разы. И, понятно, далеко не в пользу КПРФ и движения за новый социализм. Алексей Навальный, с какого боку ни смотри, сегодня безусловный лидер оппозиции в нашей стране. И что все это значит? Часть номенклатуры начала, наконец, понимать, что в условиях все растущей социальной активности подавлять эту активность силой – это даже не тушить пожар бензином, а тушить его напалмом, как я люблю повторить. Или здесь что-то другое? И если что-то другое, то тогда что? Честно говоря, затрудняюсь ответить. Я могу только предполагать. Я уже не раз обращал внимание наших уважаемых подписчиков, читателей и зрителей на то, что настораживает меня в деятельности Платошкина. Мой подробный ролик об этом будет на конечной заставке. Настораживает же меня то, что он сознательно несет полную ахинею о ситуации в Советском Союзе. И, как профессиональный политолог, он не может не понимать, что это полная ахинея. В чем суть этой ахинеи? В том, что он заявляет, и на этом построена вся его программа, что в России нужно восстановить социализм, который якобы был в Советском Союзе. И это при том, что любой политолог прекрасно знает, что в Советском Союзе и близко не было никакого социализма. А был политаризм или азиатский способ производства, АСП. Мой подробный ролик о том, что такое политаризм, тоже будет на конечной заставке. Это еще не все. Платошкин несет еще одну полную ахинею. А именно, он везде заявляет, что в России сейчас капитализм. Хотя любой политолог прекрасно знает, что в России сейчас тоже политаризм. Такой же точно, как в Советском Союзе и такой же точно, как в царской России. Более того, по Ленину, ровно как по Марксу и по Энгельсу, в России никогда вообще не было капитализма. В ней всегда был политаризм или азиатский способ производства. Кстати, именно поэтому Владимир Ильич Ленин и подчеркивал, что в царской России невозможна социалистическая революция, а возможно только перерастание буржуасно-демократической революции в социалистическую. Поскольку по настоящему коммунистическому учению в условиях политаризма никакая социалистическая революция невозможна. От социализма, вернее от политаризма перейти к социализму еще сложнее, чем перейти к социализму, скажем, от рабовладения. Иосиф Сталин, этот подлый предатель, дело коммунизма и левого дела вообще, которого, кстати, Платушкин тоже почему-то превозносит на каждом шагу, потом запретил преподавать все эти положения в советских учебных заведениях. И заменил настоящее коммунистическое учение так называемым научным коммунизмом, который не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. Но суть-то от этого не изменилась. И каждый специалист эту суть прекрасно знает, а Платушкин-то специалист. И поэтому здесь неизбежно возникает вопрос, кому нужен Платушкин? Народу или номенклатуре? Платуристы ведь сидят на шее у русского народа со времен Ивана Грозного. Только со времен Ивана Грозного и по-сталински они сидели на шее у народа под, скажем так, православными знаменами. При Сталине стали сидеть под красными знаменами. А теперь сидят опять, вернее не совсем, но, наверное, можно употребить слово опять, под знаменами, скажем так, православно-либеральными. И по настоящему коммунистическому учению, а не по научному коммунизму. Платуристы ведь возможен вообще под любыми знаменами. Например, согласно исследованиям Карла Витфогеля, палитаризм был, представьте себе, у людоедов Гавайских островов. Кстати, об этом в свое время хорошо написал Иван Ефремов в романе «Лезвие бритвы», которого я тоже часто у нас вспоминаю. И думаю, об этом моменте у Ивана Ефремова мы еще как-нибудь поговорим подробно. И палитаризм у нас в России, ну просто прекрасно, может второй раз взять и опять прикрыться красными знаменами. И если номенклатура, или по крайней мере, значительная часть номенклатуры действительно этого хочет, то Николай Платошкин в качестве носителя такого красного, а точнее псевдо-красного знамени, ей очень хорошо подходит. И уж точно он ей здесь подходит гораздо лучше, чем Зюганов. Можно сказать так, задачей Зюганова было не мешать номенклатуре сидеть на шее у народа под либерально-православными знаменами, а задача Платошкина – сесть опять на шею у народа под знаменами красными. Повторяю, я не могу этого утверждать. Это только мое предположение. И я очень бы хотел ошибиться в этом своем предположении. Но вокруг Николая Платошкина все больше и больше странностей. Если понравился ролик, ставьте лайки, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok